Всем привет! Это программа Дополнительное время. Я ее ведущий Кирилл Васенин. Подошла к концу не только рабочей, но и спортивной недели. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! 15 марта в Подмосковном Раменском подошел к концу личный чемпионат России и второй этап всероссийских соревнований «Надежда России». Ярослав Харитонов, воспитанник тренера-преподавателя Александра Абакарова, выступил в финале всероссийских соревнований и занял четвертое место. Воспитанница тренера-преподавателя Анатолия Меньшенина Ирина Алексеева на чемпионате России заняла пятое место и тем самым получила возможность представлять сборную России по прыжкам на батуте на чемпионате Европы. В прошедшие выходные прошел товарищеский матч под названием «Всей семьей в будущее» по русским шашкам между командами воспитанников Дворца детского творчества и их родителями. Соревнования приурочили к выборам президента Российской Федерации. В итоге взрослые, показав добротную игру, одержали общую победу, хотя, как признались организаторы, проигравших в этот день не было, потому что и дети, и родители были едины в своем увлечении замечательной интеллектуальной игрой. Жители нашего города выступили на чемпионате России по горнолыжному спорту. Соревчане завоевали четыре первых, одно второе и два третьих места. Анна Воронова выиграла золото в своей возрастной группе в четырех дисциплинах в супергиганте, суперкомбинации, гигантском и специальном слаломах. Татьяна Иванова стала бронзовым призером в супергиганте, Борис Кваскубенко завоевал серебро, а Ольге Чираевой досталась бронза. Совместный семейный досуг – это прекрасно. Особенно здорово, когда родители показывают правильные примеры своим детям и вместе с ними погружаются в простые, но захватывающие спортивные эстафеты. Я вот к чему. В прошлую субботу в юниоре прошел финал спортивного конкурса «Мама, папа, я». Как это было, смотрите прямо сейчас. Семья Марии Вершининой стала лучшей на отборочном этапе конкурса «Папа, мама, я» в детском саду номер 42. К участию в финале готовились серьезно, но частые заминки при передаче эстафеты разрушили все планы на победу. Первое место не заняли, но победили. Победили в том, что мы пришли со своей семьей, мы старались стремительно бежать, поддерживать друг друга, но не хватило, наверное, это возраст разных участников, это подготовка и, наверное, удача. Полученному результату семья Вершининых рада. День, проведенный всей семьей – это здорово, а участие в конкурсе «Папа, мама, я» будут отмечать за чаем со сладостями. По словам организаторов, семьи сюда приходят не ради победы. Основная задача и цель данного мероприятия – это приобщить детей к занятию спорта, к здоровому образу жизни, к семейному веселому досугу, чтобы родители показывали своим примером детям, что надо заниматься спортом. Участники соревнований показывали пример не только своим детям. Зрителям на трибунах тоже было, что посмотреть и за кого поболеть. Это хорошее мероприятие, которое сплачивает семью, которое дает семье поучаствовать в таком спортивном именно мероприятии, а не интеллектуальном. И это хорошо. Сегодня наш детский сад представляет две команды. Команды страны девочки и мальчика. Мы ими очень-очень гордимся. И как таких не поддержать? Команда, которая победила, совсем скоро будет отстаивать честь Сарова на областном уровне. А там, кто знает, возможно, и на федеральном. Еще пара месяцев и старшеклассники будут прощаться со школой и думать, в какой же ВУЗ поступить. Дело это нынче непростое, конкуренция изрядная, поэтому каждый, как может, изыскивает возможности уже сегодня набрать в свою копилку как можно больше баллов. Многие выбирают спортивный путь и сдают нормативы ГТО. Лицейс Никита Кузьмин, как и многие его сверстники, в этом году будет поступать в ВУЗ. Конкуренция на бюджетные места, как правило, большая. И чтобы учиться там, где действительно хочется, необходимо использовать все возможности набрать дополнительные баллы. Золотой знак ГТО при поступлении дает весомые преимущества. Сдают ГТО у нас в классе достаточно немногие из мальчиков. Мне кажется, меньше половины. Но большинство подавляющее считает, что спорт – это круто. По мнению Никиты, навыки, приобретенные в ходе выполнения тестов ГТО, пригодиться могут не только в институте. Даже если судьба занесет его в вооруженные силы, в спортивном смысле он будет к этому готов. Некоторые нормативы, которые сдаешь здесь, есть в армии, ну, как обязательное. То, что должен делать каждый. Поэтому мне кажется, что это поможет как-то подготовиться или хотя бы понять, что тебя ждет впереди. Валерия Балясникова хоть и рассчитывает получить дополнительные баллы при поступлении в институт, но все же в первую очередь пришла на тестирование для проверки своих сил. Сможет или не сможет пробежать и подтянуться согласно нормативам. Уже три норматива сдала удачно. Все пока что на золотую медаль по нормативам. Надеюсь, что так и будет продолжаться. У старшеклассников города позади легкоатлетические дисциплины комплекса. Впереди еще плавание, стрельба, метание, гранаты и самые сложные – кросс. И чтобы успеть все сдать вовремя и получить заветный значок отличника ГТО, придется много тренироваться и сдавать все с первого раза. Продолжается хоккейный Рубилова в играх плей-офф первой лиги Нижегородской области по хоккею. Напомню, там сейчас чей Саро отстаивает команда Саров Инвест. Делают они это весьма успешно, за весь турнир не понеся ни одного поражения. 18 марта наши ребята встретились в полуфинале с командой Кварц из Бора. Хоккейный клуб Кварц – единственная команда, которая смогла обыграть Саров Инвест в регулярном турнире. Но если тогда поражение привело лишь к потере очков, то в серии плей-офф оно может грозить вылетом из турнира. Поэтому в этот раз к игре против спортсменов сбора саровчане подошли с особой ответственностью. В решающей игре осталось нам одержать буквально 4 победы, чтобы занять первое место. То есть сейчас простых игр не будет. Последнюю игру, которую мы провели у них на выезде, последнюю игру регулярного чемпионата, мы им проиграли там. То есть настрой был запредельный, то есть команда была мотивирована, чтобы здесь взять реванш за поражение там. И реванш был взят со счетом 8-1 уже с первых минут игры. Наши спортсмены активно атаковали ворота соперников и забили в первом периоде три шайбы. Во втором зеленый свет за воротами борских спортсменов загорелся еще дважды. Саровские хоккеисты в очередной раз показали слаженную и командную игру. Пас хорошо играет, комбинации так разыгрывает, раскаты и по воротам он бросает. Все нравится, голы есть. Атаки хорошие, посильнее команду надо, чтобы с нашими встретиться. Ну, соперники такие средние, конечно, я бы сказал, что сильнее. Ну, может быть, и полный состав они подвезли, но наши играют в свою силу, то есть даже не на 100%. Хоккейный клуб «Кварц» не сдавался и после второго перерыва вышел на лед с боевым настроем. На первых минутах третьего периода развернулась нешуточная борьба, и гости смогли отправить в ворота саровчан ответную шайбу. Правда, после получили в свои еще три. В первую очередь, нам силенок не хватило. У вас команда хорошая, быстрая, ребята бегут. Нам, конечно, чуть-чуть не получилось борьбы им навязать. Но, ладно, будем стараться. Это первая игра, только 0-1, только в серии. Дальше посмотрим. Уже в эту субботу, 24 марта, хоккейный клуб «Саров Инвест» проведет ответный матч на выезде. В случае победы наши спортсмены выйдут в финал. Если победит «Кварц», клубом вновь предстоит скресить клюшки в дополнительном матче 25 марта. В эти выходные можно не просто отдохнуть от работы, но и сделать себя крепче и здоровее. Для любителей горнолыжного спорта работает гора глубокая. Снег, прокат, подъемник и свежий воздух в наличии. Продолжает работать и лыжная база. Есть прокат ватрушек и лыжного инвентаря, специально оборудованные трассы и освещение, которое работает до 8 вечера. Прекрасное место для семейного отдыха. Еще одно место, прекрасно подходящее для активного отдыха с семьей или друзьями, это, конечно же, каток. Прокатиться на коньках можно будет на самом большом катке в ПФО на стадионе Икар. Все выходные он работает с 11 утра и до 8 вечера. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!